Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в Рождённую Луной. Сегодня мы читаем серию восьмую. Наконец-то можно себе позволить забыть на время о проблемах. Глава восьмая. Передышка. Мия, раз мы по-прежнему не знаем, кто напал на тебя в общаге, возвращаться туда нельзя. Я понимаю. Виктор, о чём ты задумался? Думаю над твоим переездом. Возможно, из страны. С документами, жильём и деньгами разберёмся. А? Всё слишком серьёзно оборачивается. Это хороший вариант. Поддерживаю. Я не могу. Здесь друзья, учёба. Работа, в конце концов. Не хочу убегать. Если меня ищет кто-то влиятельный, то рано или поздно найдёт. Через пять или через десять лет. Тоже верно. Вампир, похоже, был иного мнения. Всё же подумай над этим. Мне нужно время. Хорошо. Сейчас среди вампиров должно быть затишье. Исчезновение Говарда повлечёт за собой перераспределение сил. Какое-то время вампиры будут друг у друга на виду. Общаться, договариваться, плести интриги. По идее, тот, кто устроил тебе проблемы, не сможет активно действовать, не рискуя привлечь внимание. Главное, не показывайся у колледжа. Солнце встаёт. Виктор, тебя закинуть домой или в клуб? Домой, если не затруднит. Машину позже заберу. Я заеду в сверхъестественное. Ты не против? Если обещаешь быть осторожной. Обещаю. Буду. Макс? Не вопрос. Отвезу. Спасибо. Да ерунда. Мия. А? Давай куда-нибудь вдвоём сходим. Спасибо. Я подумаю. Мия настояла, чтобы Макс оставил её одну и занимался своими делами. Ты достаточно потратил на меня времени. Ничего тут со мной не случится. Это с твоим-то везением? Ты или Виктор встретите меня вечером. Так будет хорошо? Ладно. Она коснулась руки оборотня. Спасибо. Спасибо. Получила моё сообщение. Я писала тебе, что проблема с банком, похоже, решена. А, ну да. Потому и приехала. Я знаю, что ведётся следствие. В новостях видела. Вроде бы, руководство банка арестовано. Обманутым вкладчикам возвращают деньги. Далеко не всем. Но наш журнал оставят в покое. Вот, работает всё-таки наша полиция, да? Угу. Мия, здравствуй. Мистер Боу, добрый день. Действительно добрый. Да, хорошо, что всё закончилось. Ещё не совсем. Будет суд, но... Теперь всё наладится. Я очень рад, что мы все вместе сможем работать и дальше. А я был уверен, что это ерунда. Что? Припомнить Луису его слова. Луис, ты же тут больше всех панику наводил. Не ты говорил, что всё финиш? Что нет больше сверхъестественного сегодня? Эм... Просто это была минутная слабость. Потом я не сомневался, что всё будет нормально. Ага, я верю. Верстальщик бросил на Мию неприязненный взгляд. Пойду работать. И мне нужно закончить с бумагами Уолтера. Что ж, давайте все вернёмся к делам. Мистер Боу, я написала новую статью. Отлично, очень кстати. Молодец, Мия. Хозяин журнала направился за свой стол, и девушка спросила у Камилы. А где Тревор и Саймон? Про Тревора не знаю. Запропастился куда-то. А Саймон ищет красивые места для снимков. Ясно. Мия продолжила разбирать документы. Нужно будет ещё поговорить с Уолтером. Вдруг ему нужна помощь. С той же кровью, например. После ночной поездки к Говарду, девушка думала, что будет уставшей. Оказалось, что ей хватило короткого сна в машине на обратном пути, чтобы чувствовать себя вполне бодрой. К вечеру Мия перебрала все записи своего предшественника. Отчитавшись за работу мистеру Боу, она взяла сумочку и выглянула на улицу. Перед редакцией стоял автомобиль Виктора. Как прошёл день? Хорошо. Наконец закончила с документами. Теперь буду продолжать работать над статьями. Начала любить эту работу? Писать это интереснее, чем разгребать бумажки. Как думаешь, стоит Уолтеру помочь? Он же ничего толком не знает. Где брать кровь? Какая у вас иерархия? Да, я встречусь с ним и поговорю. Мия, ты не хотела бы немного развеяться? В смысле? Вампир взял девушку за руку. Я буду рад, если ты примешь моё приглашение на ужин. Как насчёт завтрашнего вечера? Сговорились они, что ли? Да нет, совпало, видимо, так. Решите, интересуют ли вас дальнейшие романтические отношения с Виктором или с Максом. Это действительно сложный выбор, но я уже давно для себя решила, что я хочу продолжать играть с Виктором. Многие из вас пишут, зачем он мне нужен, у него нет пресса, как будто бы это самое важное. Нет, ребята, это абсолютно не важно на самом деле. Макс действительно интересный персонаж, но он бы мне, возможно, понравился, будь мне лет 15. Он такой крутой, брутальный, я не знаю. А Виктор, он скорее аристократ, очень благородный, нежный. В конце концов, он романтик. Они оба, безусловно, всегда защитят Мию. И здесь не важно, кого мы выберем. Многие пишут, Макс меня спасал много раз, почему я выбираю Виктора. Но разве это важно? Представляете, если вас кто-нибудь когда-нибудь спасёт, вы что, за него замуж выйдете? Думаю, вряд ли вы найдёте того человека, которого вы действительно любите, и неважно, спасал он вас или нет. Да и я не согласна с тем, что Макс спасал нас больше, чем Виктор. Вспомните первый сезон, там был только Виктор, и только он нас всё время спасал. Что ж, с выбором, по-моему, я определилась. Виктор ждёт моего ответа. Возможно, не с одним из них? Принять приглашение Виктора, отказав Максу. У вас серьёзные романтические отношения с Виктором. С удовольствием составлю тебе компанию. Ван Арт поднёс ладонь Мии к своим губам и, поцеловав её, произнёс. Благодарю. Виктор, тогда у меня есть дела. Нужно по городу покружить. Надо будет по магазинам пройтись, в салон зайти. Виктор взял ключи от машины. Извини, но лучше, если я сама. Вызвать такси. Девушка улыбнулась и кивнула. Может быть, всё же завтра поедешь? И, кстати, если не секрет, куда ты? Хочу посвятить время себе и своей красоте. Завтра мне ещё в редакцию надо будет. Что ж, хорошо. Прикинув маршрут, девушка отправилась на поиски платья для завтрашнего ужина. Максу она позвонила позже, оборотень. Отказ воспринял без ненужных обид. Даже пару раз пошутил. Здесь можно было найти всё. И салон красоты, и магазин одежды. Мия прикинула, сколько у неё денег и начала прогулку по торговому центру. Начнём с одежды. Стильный комбинезон. Неоново-розовый. Платье-дуэт. Роскошь в неоклассике. Римская лилия. В общем, ребят, мне не нравится ни то, ни другое. Платье-дуэт в принципе ничего, но мне не нравится его цена. Я думаю, многие со мной согласятся. Я не могу определиться. Пишите, что выбрали вы. Мне кажется, мало кто возьмёт платье-дуэт. Ладно, надеюсь, что Виктору придётся по вкусу. Надеть. Затем настала очередь прически. Французские косы каштановые. Так, небрежный пучок. Кстати, небрежный пучок мне кажется, что смотрится гораздо лучше. Но он представлен нам только в одном цвете, и мне это не нравится. Ладно, я возьму всё-таки косы. С комбинезоном это не будет выглядеть слишком. Давайте... Когда на следующий вечер Мия собралась и вышла на улицу, её уже ждал автомобиль. Здравствуй. Привет. В его руках была чёрная атласная лента. Позволь мне небольшую шалость. М? Завязать тебе глаза. Мия улыбнулась и прикрыла веки. Холодящая ткань коснулась лица. Ой. Вампир взял девушку за руку. Его прикосновения стали для неё единственными ориентирами в мире. Ван Арт усадил Мию в машину, невероятно аккуратно, словно обращаясь с самой хрупкой драгоценностью на Земле. Тихо зашуршали по дороге колёса. Девушка, лишённая возможности смотреть, по поворотам и остановкой на светофорах пыталась понять маршрут автомобиля. Ехать пришлось недолго. Движение прекратилось. Вампир также бережно помог Мии выйти из машины. Где мы? Я не буду подсматривать. Потерпи немного, скоро увидишь. Осторожно ступая, девушка шла, влекомая вампиром. Звуки изменились. Холл или что-то вроде пол ровный, эхо от шагов. А это однозначно шум лифта. Лёгкий толчок и ощутимо потянуло вверх. Затем Виктор подхватил девушку на руки, и остаток пути она преодолела так. Ступни Мии коснулись твёрдой поверхности. Свежий ветер тронул волосы. Вампир снял повязку с её глаз. О, это прекрасно. Они будут ужинать на крыше. Простор, темнота. В ней миллиарды огней. Внизу под ногами раскинулся ночной город с щедрой россыпью разноцветных светящихся точек. Окна домов, фары, ползущих по дорогам машин, фонари создавали фантастический живой узор. Над головой бархатно-чёрный купол неба, украшенный бриллиантами звёзд. Мия невольно вздохнула. Ах. Была в увиденном какая-то одновременно величественная и очень интимная личная красота. Дуновение ветра девушка отвела взгляд от завораживающего зрелища. Виктор, спасибо. Это восхитительно. Она стояла на краю крыши одного из самых высоких небоскрёбов города. Рядом был Ван Арт, готовый подхватить, уберечь от неловкого шага и падения вниз. Тут же был стол с накрытым ужином. В стороне шагах в тридцати что-то классическое заиграла скрипка. Насколько я понял, тебе нравится живое исполнение. Надеюсь, музыканты не помешают. Виктор, невероятно. Чувствую себя совершенно особенно. Всё это ради меня. В глазах вампира мелькнуло удовлетворение. Так и должно быть. Всё ради тебя. Вина? Да. Официанта приглашать не стал. Уж очень не хотелось отказывать себе в удовольствии поухаживать за тобой самому. Вечер складывался прекрасно. Изысканные блюда приятно дразнили вкусовые рецепторы, а букет вина расслаблял, располагая к беседе. Узнать Виктора ближе. Разумеется, я хочу этого. Я давно этого хочу, жажду. И очень надеюсь, что он мне всё расскажет о себе. Выбор повлиял на взаимоотношения с Виктором. Виктор, можно я спрошу? Конечно. Спросить о чувствах. Вик, я стараюсь делать, что ты хочешь. Эм, даже быть послушной. В глазах вампира явственно промелькнул интерес. Так. Мне это иногда сложно делать, но я пытаюсь. Будет справедливо, если я попрошу о сложном для тебя. Конечно. Тебе сложно говорить о своих эмоциях, но мне это важно. Скажи, что ты чувствуешь? Сейчас? Да, глядя на меня. Я чувствую, что вновь учусь мечтать. Что жизнь не стала вдруг важной. Всё верно. Сложно говорить. Поверь, ты просто заставляешь сердце биться. А я? Я от этого отвык. Просьба выполнена? Да. И Мия. Падающие с неба звёзды, разбивающиеся оскалы, волны, восходы и закаты. Луна, что царит на небе ночью, в сравнении с тобой всего лишь природные явления. Глядя на тебя, понимаешь всю суть слова «красота». Спросить о себе. Виктор, а что ты думаешь обо мне? Мне кажется, он только что ответил на этот вопрос. К сиянию луны красавицы ночной. Добавлю я тепло, даримое свечой. Сверканье сахара. Осанку кипариса. Журчание ручья, и выйдет облик твой. Дай угадаю. Это Шекспир. Амар Хаям. А если не в стихах? А тебе говорить в прозе преступление? Спросить о его увлечениях. Виктор, а чем ты увлекаешься, помимо музыки? Как ты понимаешь, за долгую жизнь много хобби можно приобрести. Обобщая, можно сказать, что я увлекаюсь искусством. Зодчество, живопись, поэзия и так далее. А как сложилось, что ты поступила именно в этот колледж? Мия принялась рассказывать. Ван Арт слушал с явным интересом и казался крайне увлеченным. Плывущая в воздухе музыка перемешивалась с прохладным ветерком. Позволь пригласить тебя на танец. С удовольствием. Прошу. Вампир подал руку. Не против танго? Ого! Ты однозначно переоцениваешь мои хореографические таланты. Не беспокойся. Этот танец темпераментно создан для тебя. Позволь. Вампир деликатно, нетвердо подхватил руки Мии, зафиксировав в танцевальной стойке. Шаг, еще шаг. С первых нот в музыку вплелась страсть. Ведомая Виктором, девушка растворилась в движении. То грубый, то нежный, то властный, то готовый пасть к ногам. Ванарт плавился, переливался, меняясь вслед мелодии. О, чувствую, не только мой темперамент отражает танго. Шаг, и Мия выгнулась, подчиняясь его рукам. Миг, и он на колени перед ней. Девушка легкой шелковой лентой парила, то взмывая воздух, то обвивая вампира. Сила и страсть. Исключительная мужественность и безграничная женственность. Головокружительный танец, тайна для двоих, возбуждал. Виктор порывисто прижал девушку к себе. Поцеловал. Далеко внизу чужие огни большого города. В небе звезды неизвестных миров. Но это сейчас не главное. Важно, кто рядом. Чьи руки обнимают так нежно, в чьих глазах отражаются мои собственные. Мия и Виктор провели еще много времени на крыше, наслаждаясь вечером и обществом друг друга. Домой приехали уже поздней ночью. Решив выпить чаю перед сном, Мия задремала, глядя на огонь камина. Глаза она открыла в спальне Виктора Ванарта. Через пару дней девушка сидела в баре и ждала Тришу. Виктор согласился отпустить Мию одну, взяв обещание держаться от колледжа подальше. Привет. Подруга коротко обняла Мию, села напротив. Почему ты вообще куда-то не пришла? Как съездила вообще? Как скауты? Опять врать, как же надоело. Отвечаю в обратном порядке. Скауты чувствуют себя прекрасно, съездила хорошо, развлеклась, а в общагу не пошла, потому что есть хочу. Пообедаем и отправимся по магазинам, если ты не против, конечно. Я? Да, я всегда за. Мы с тобой давно не выбирались. Пока ели, девушки болтали на разные обычные темы. Колледж, покупки, новые фильмы. Все это совершенно отвлекло Мию от вампиров, пророчества и оборотней. И в торговый центр она поехала в чудесном настроении. И что мы тут будем делать? Выбирать, в чем вечером пойдем в модный клуб. Я приглашаю. Класс. Обожаю шопинг. Подруги заглядывали то в один, то в другой магазин. А сейчас в салон красоты? С удовольствием. Через какое-то время Мия и Триша, довольные собой, отправились развлекаться в ночной клуб. Вау! Тут круто! Это здесь был концерт Бенни Барта? Ага. Итак, коктейли, танцы. И парни. Ну, попробуй. Серьезно? Мия привела Тришу в этот клуб? Как я поняла, в этом клубе собираются и оборотни, и вампиры, да и люди. Мне кажется, или это не самая лучшая идея Мии? Думаешь, тут мало интересных? Хоть вон тот, у стойки, видишь? Триш-то опять. Фотографа вспомнила? Саймона. И чем всё обернулось тоже? В смысле, ты о чём? Эммм. О вампирах и оборотнях. О том, как я с ним в лесу застряла во время грозы. Это не моя вина. Кроме того, думаю, что у тех, кто здесь тусит, машины надёжные. Подруги веселились и танцевали. Триша не была бы собой, если бы не строила глазки симпатичным парням. В конце концов, один из них подошёл с бокалом в руке. Привет, можно тебя угостить? Парень подал Трише коктейль. Спасибо. Потанцуем? Мия посмотрела на незнакомца внимательнее. Вот чёрт, он же вампир. Триш, идём. Ты чего? Эй, постой. Парень протянул к Трише руку. Отвали. Мия оттолкнула его. Вон, пошёл. Ох, зря ты нарываешься. Да ну. И что ты сделаешь? Мия потянула подругу к столику. Да что с тобой? Всё нормально, только... Он мне не понравился. Подозрительный тип. Нормальный парень. Ого, просто хочет выпить твоей крови. Нам такие не подходят. Девушки заказали мороженое. Клубничное со свежими ягодами, шоколадное с листиками мяты. Фисташковое с орехами. Я беру клубничное. Ммм, как вкусно. Моё любимое. Они немного поболтали о парнях. Потом Триша поднялась. Я сейчас. Ого. Через какое-то время Мия начала волноваться. Пора бы ей уже вернуться. Девушка оглядела зал. Вампира тоже нет. Чёрт. Она поднялась, быстро пошла к уборным. Триша! В дамской комнате подруги не было. О, нет. Триша! Путь стойкости. Спокойно. Куда она могла деться? Мия сжала кулаки. Вампир не мог вывести её через зал. Я бы заметила. Значит... Додумывала девушка уже на ходу. Распахивая дверь с нарисованным мужским силуэтом. Господи, бедная. Увидев Тришу одну, Мия подумала, что ошиблась. Но... Если вампира нет, почему Триша здесь? Бах. Боль в затылке, темнота в глазах. Мия не упала. Ах... Отскочив в сторону и развернувшись, она увидела его. Обычная девушка от удара вампира потеряла бы сознание с гарантией. Противник очень удивился. Это дао Мии время на принятие решения. Контролировать вампира. Замри. Стой. Вампир смотрел на девушку. Мы просто уйдём. Он оскалился. Мия поняла, гипноз вот-вот перестанет действовать. Однако она была уверена, что вампир обращён не так давно. Стой на месте. Нет. Он говорил с трудом. Голос был полон ярости. Что тебе нужно? Чего ты хочешь? Её. Он смотрел на Тришу, которая медленно выходила из гипнотического транса. Как? Я тут оказалась? Найди себе другую жертву. Нет. Мия закрыла с собой подругу. Уйди с дороги. Вампир прыгнул. Мощный удар отбросил Мию в сторону. Она с грохотом влетела в одну из кабинок. Крик Триша оборвался. Мия кинулась к ней, но замерла. Только дёрнись, и я ей глотку перегрызу. Вампир стоял, прикрывшись Тришей. Его эмоции были очень яркими. Мия воспринялась. Мия восприняла их без концентрации. Совсем идиот. Ты хоть соображайся, чью кровь хочешь выпить? Эта девушка занята. Понимаешь, придурок? Её кровь уже принадлежит другому вампиру. Что? Что это значит? Послушай, мальчик. Надо уважать тех, кто стоит выше тебя в иерархии. О ком ты говоришь? Его клыки коснулись нежной кожи Триши. Девушка вздрогнула. А сам-то как думаешь? Само собой. О ком? О ком? О ком? О ком? Говард исчез. Моника меня не интерес... Моника злобная тварь, которая меня не интересует. Бенни Барт. Бенни Бенни Барт. Нет. Давайте об Итанни Вуди. Как-никак с ним у нас более-менее вроде нормальные отношения. Или Бенни Барт. Нет, Итан Вуд более устрашающе звучит. Не знаю, он же всё-таки князь. О вампире, который тебя обратил. Я не знаю его. Зубы мне заговариваешь дрянь. Нет, постой! В следующий миг вампир потерял над собой контроль и... Нет! Клыки рванули горло Триши. Кровь ударила фонтаном, пачкая стены. Ослеплённая яростью, Мия убила вампира. Упала на колени перед подругой, зажимая рану. И сразу поняла, что Триша не выживет. Вы должны спасти лучшую подругу. Попробуйте ещё раз. Давайте попробуем сказать, что... Она принадлежит Говарду. Говарда нет в городе, и... Это никак не проверится. И мне кажется, если он такой злобный придурок... Который обращён недавно, его мог как раз обратить Говард. О Говарде. О твоём хозяине, который тебя недавно обратил. Она... его? Да. Отпусти девушку! Вампир колебался. Он боялся, но голод, жажда, крови подавляли страх. Мне поручено присматривать за ней. Мия уверенно пошла вперёд. Я... мне надо... Потерпишь. Девушка была уже совсем близко. Теперь я смогу. Назад. Гипнотизировать вампира. Отпусти её. Отпусти! Вампир на секунду замер. А потом толкнул Тришу на Мию. Ах... Противник тряхнул головой и... Проскочив мимо девушек, выбежал из уборной. Мия не стала преследовать вампира. Куда больше её беспокоило состояние подруги. Эй, как ты? Триша не отвечала. Глаза её были закрыты. Это было сложно. На пятую точку, да ещё и втянула свою подругу. Надеюсь, что с Тришей всё будет хорошо. В общем, ребят, скоро мы прочитаем с вами следующую серию. Ну а пока у меня всё. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока!